Аутизм Аутизм — это особое состояние сознания, когда структуры психики, эго, ум и высшее «я» блокированы. И тогда душа находится как в наблюдении, она не может управлять телом, и поэтому ребёнок замыкается в себе и не идёт развития. Когда мы начинали работать с аутизмом, мы не предполагали, что это настолько сложно и настолько серьёзно. Звучит просто аутизм, а на самом деле, что творится в глубинах подсознания и что проявляется снаружи в проявленном мире. Это разные картины совсем. Весной к нам обратилась мама. Мама очаровательного ребёнка Женьки, у которого стоял диагноз «аутизм — задержка психоречивого развития». Работая с Женей, первое, что попалось, это то, что у него аутизм активировался именно после прививки. Мы заметили буквально через несколько дней, что с ребёнком начало происходить что-то непонятное. На тот момент я рад. Ребёнок потерялся, он ушёл в себя. Постояние стало, ну, скажем так, если я описать, это более понятное видимо, что старая, если смотришь на человека, который задумался, и зовёшь человека, он просто-напросто вновь реагирует на себя. Вот такое событие было в нашем ребёнке. Когда мы работаем с людьми, инфодайвер входит в определённое парасомномболическое состояние, выходит на душу конкретного человека и начинает взаимодействие с ней. Душа, как основной игрок в данном теле, она знает, как, например, вылечить человека, какие системы и механизмы поломаны, какие нарушения есть в психике, какая карма работает, как складывается из чего сценарий жизни данного конкретного человека и так далее. «Карма» — это особый сценарий такой, который, с одной стороны, вроде он прописан, но, с другой стороны, души, которые играют в этот сценарий, они не совсем знают последующий шаг, то есть именно в проявленном варианте. Я сейчас посмотрела видео после проработки с Женей и просматриваю дневнички и различные изменения, которые происходят с мальчиком. И на самом деле это просто удивительно, это просто уникальные, замечательные изменения за такой короткий промежуток времени. «Ребенок мой находился перед компьютером, сидел, смотрел мультик, я находилась рядом, с ним тоже сидела, смотрела рядом с мультиком. И в какой-то момент мой ребенок просто-напросто поворачивается, Женя, и такими глазами на меня посмотрел, было ощущение, как будто он меня первый раз в жизни, в своей жизни, вообще увидел, что есть рядом с ним человек, этот человек — мама». «Сейчас читаю новые достижения, то, что Женечка ходит в детский сад, то, что раньше мама отмечает, он ходил по 20-30 минут, мама ожидала его возле входа, а сейчас ребенок с удовольствием находится в саду более 2-3 часа, ведет себя спокойно, играет с игрушками рядом с детками. Это просто не характерно для деток-аутистов. Они обычно ведут себя очень отстраненно, забиваются куда-то в уголочек, не реагируют на обращенную речь, не реагируют на детей. То есть вот эти коммуникативные навыки у деток, они нарушены». «Я думала о Наташе видеоролики, где Женька смеется, где Женька снимается, а папа веселится. Это вот после отработки у Наташи. Вот это вот все эмоциональное пошло у нас, настолько ярко, настолько классно, на выруску хотя бы не представляете. Женечка. Женечка, ну ты уже одну дверцу оторвался, Ноль. «Посмотри, сколько листиков!» «Занимаемся, какой, да!» «Листики падают, да?» «Ой, какой ты красивый у нас сегодня!» «Красиво, да! Красиво как!» «Позанимаемся, ну-ка!» «Ты себя там увидела, да?» «Да, красивый мальчик, Женя!» «Жень, давай шарик сюда!» «А вот так, Женька, похлопаем!» «Пока-пока!» «Молодец, обнимаемся, 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 обнимаемся!» «В свое время открытие бактерии, это было переворотом в науке, в медицине, также открытие атома послужило просто новому витку в развитии всего человечества. Также инфодайвинг – это новое открытие в психике, в понимании всего мироустройства. это новый виток в эволюции человека.